Связь между экономикой и культурой давно доказана. Мне не надо ничего открывать никому. Помните, что я сказал в Федеральном собрании России? Да? Что если сейчас, планируя бюджет России, вы на первое место поставите культуру, они стали аплодировать. Знаете, что после этого Дума сделала через две недели? Концерт, который будет уже совсем скоро, послезавтра, это, в общем-то, сенсация. В Риге крупно повезло, что у нас состоится такой концерт. Я начинаю с приходом Данчика верить в реинкарнацию. Кто занимается или интересуется классической музыкой, классической культурой, скрипкой, для них имя Даниэля Лазаковича – это уже имя. Ну, уже давно, несколько лет назад, Владимир Стиваков сказал, это лучший скрипач поколения. Он сидел на коленях у самого старого, сохранившегося из манекан скрипача, Иври Гитлеса, которому было 90, да? Ему 90. Сейчас ему 95. Сейчас ему 95. Так вот, Данечке было 11, а Гитлесу было 90. И они вдвоем играли концерт Баха по всему Израилю. И это было событие сумасшедшего масштаба. Маханький ребенок и великий последний скрипач из всех этих оставшихся, еще сейчас, 95-летние, играли вместе. Так началась карьера и слава. Это были конкурсы международные. Сейчас уже, да все, кто занимается скрипкой, музыкой, культурой, знают, что Даниэль Лазакович не просто один из лучших скрипачей нашего времени, но еще, пожалуй, вне конкуренции всего, что касается звука. Вот этого звука, который вы услышите 24-го числа, практически ни у кого нет. Когда Данечка приехал сюда, в Ригу, это был один из первых его публичных концертов, он играл на плохой, обыкновенной скрипке. И я в зале тогда сказал, друзья, в этот раз он играет на плохой скрипке. Вы, правда, этого не почувствуете, помните, да? Звучало прекрасно. Звучало прекрасно, есть запись, да? Самый настоящий гений. Скорость его развития невероятна. Он еще чемпион Стокгольма по шахматам. Он играет с таким счастьем, и он передает фразы, какими порой они владеют самые великие, самые мудрые мастера. КОНЕЦ Я говорю, в следующий раз он приедет с одной из лучших скрипок мира. Это будет либо Гварнери дель Жезу, либо Страдивари. Так вот, Данечка сейчас со скрипкой Страдивари, одна из лучших в мире. Пожалуйста, напомни, что за инструмент, как он называется? Антонио Страдивари, с 1713 года. 1713? 1713 года, и экс-рочи. Экс-рочи. Да. Ну вот, видите, один из лучших инструментов. Как он попал к тебе? Из приватной коллекции постелей. И вот Эдвард Ульфсон и Кристофер Жюнин получил эту скрипку как одолжение. Я одолжил эту скрипку и очень-очень доволен играть на ней. Я понимаю, почему-то многие довольны. Да, 1713-й Страдивари, это лучшие времена, для него. Это самые великие. То есть и у него есть скрипки не самые великие, которые стоят несколько миллионов долларов всего, а есть самые великие. Вот это один из лучших. Так что это безценные скрипки? Да, они безценные, у них нет цены. Так вот, 24-го числа в Большой Гильдии будет концерт, в котором вы услышите не только звучание, но и как звучит Брамс, как звучит Шуман, как звучит Чайковский, как звучит музыка. Есть индивидуальные личности, которые мыслят и движут человечество, а есть конвейерные люди, и без них конвейер тоже не сможет существовать. И, наверное, конвейерный человек, если его слишком разодорить, Вивальди, Бахом и Моцартом, ему будет трудно работать на конвейере. Поэтому я ничего не имею против попсы. Но при этой пропорции должны быть проценты. Это что значит? Это значит, что если из 100% населения Вики 60, то есть 80% попсовиков, еще 15% никакого отношения ни к чему не имеют, ни к тому, ни к другому, то должно быть хотя бы 3-5% той элиты, для которых хуже имя Даниэля Лозаковича, понятие Сонаты Брамса или Сонаты Шумана. Должно быть. Иначе эта пропорция нарушается, и нарушается вообще жизнь цивилизации, цивилизованного государства, цивилизованной столицы. Я же не случайно это говорю. Я же в детстве бывал на Молином городе, и я много раз говорил об этом. Это были концерты Рига-Свасера, концертный зал Диндери, сначала закрытый, при мне построили открытый. Я там слушал всех. Я слушал там Оистраха, Когана, Гилльца, Рихтера, Ростроповича. Я слушал Хоммицера. Я слушал дирижера Мориса Янсенса, Арвида Янсенса. Я слышал Кондрашина, Рождественского. Я слышал величайших дирижеров. Я слышал Моровинского и так далее. То есть все мое детство и юность прошли здесь. Я просто знаю, что для нормального функционирования любой экономики необходимо 3% людей, для которых великая музыка, великая живость, великая литература, великая поэзия важна. Всего 3! И этого хватит? Этого хватит. Потому что хватит. Это есть эффект синергии. То есть эти 3% начинают излучать энергию, мысли, чувств. И вокруг них формируется ядро. Если этих 3% нет, то мы имеем дело с системой Охласа, с регрессивной экономикой, с отсутствием возможности выплат больным, слабым, умным, тонким, интеллигентным за счет сильной мускулистой экономики. Связь между экономикой и культурой давно доказано. Мне не надо ничего открывать никому. И если я в любой стране говорю сейчас, помните, что я сказал в Федеральном собрании России? Что если сейчас, планируя бюджет России, вы на первое место поставите культуру, они стали аплодировать. Знаете, что после этого Дума сделала через 2 недели? Ополовинили бюджет на культуру. То есть оказалось, я выступал в Совет Федерации и просил, позовите их тоже. Они говорят, нет, у них свои планы. Вот и кончилось тем, что Совет Федерации, то есть правительство, услышало и зааплодировало, поставьте культуру на первое место. А Дума не услышала и ополовинила деньги. В результате пропала и моя программа на Афеи, потому что грант кончился. То есть, а теперь смотрите на движение экономики. Если вы до сих пор по-прежнему не понимаете связи между культурой и экономикой, то всем крышка. Это я вам, ну, уже сколько лет я этим занимаюсь, да? Мне уже 67. Я скоро, через какое-то время уйду из этого мира. Но я до последнего лет, умирая, улыбнусь и скажу, ну что, я был прав? Некоторые очень важные факты. Хочу просто вам рассказать. Во-первых, про этого феноменального музыканта Даниэля. Ему в этом году исполнится 18. Но то, что он успел сделать, начать надо с того, что он глубокий, зрелый музыкант, которого и тогда, когда он еще был ребенком, было очень интересно слушать. То есть все время ты не можешь не следовать за развитием его фантазии, мысли, идеями и так далее. Прекрасный музыкант – это первое. Но если уж говорить о внешних достижениях, внешних фактах, знаете, вот сегодня утром решил ослезать в памяти, посмотрел и вдруг понял, что вот то, что уже сейчас есть у Даниэля, это то, чем может гордиться взрослый, зрелый музыкант высшей лиги, так сказать, мирового класса. Вот откройте, посмотрите, с какими оркестрами, как солист выступал Даниэль, там перечень ведущих коллективов, с какими дирижерами, вот уже Михаил Побелл-Гюргей, у Адам еще очень много других замечательных имен, там и Адам Фильшер и многие другие. Эксклюзивный контракт с Deutsche Grammophon, где уже есть два диска, где он как солист играет с оркестром, есть сольная программа, и это только начало. То есть этот контракт, значит, что будет много дисков, и будет продолжаться. Партнеры, причем, что еще очень важно, в недалеком прошлом большинство из грибачей делали карьеру как солисты. Вот они, эго невероятных размеров, выступают либо с пианистами, либо с оркестрами, и как бы совершенно забывают о том, что существует множество великих произведений, но это категория камерная музыка, где надо играть на равных с одним, двумя, тремя партнерами. У Даниэля уже великолепный опыт играть именно камерную музыку. И опять же, посмотрите, кто с ним вместе выступал, кто или соглашался, или даже сам выбирал. Это люди разных поколений, скажем, МЛАкс, или Максим Венгеров. И вот посмотрите тоже. Это все из лучшего, что вообще есть в современном мире. Так что первое, что я хотел бы, чтобы вы донесли до вашей аудитории, то, что концерт, который будет уже совсем скоро, послезавтра, это, в общем-то, сенсация. В Риге крупно повезло, что вот у нас состоится такой концерт. Я просто все время слежу за тем, что происходит, понимаю, что все время столько всего важного, интересного. Рига небольшой город, публики не очень там много. И вот надо постараться, чтобы люди просто обратили внимание, что вот это вот уже совсем скоро, что это послезавтра. Все уже давно привыкли к дням Казинника, в Риге, всегда это очень яркие программы. Но в этот раз сложилось что-то совершенно особенного. Это как бы такой скрипичный фестиваль, так лиц? Да, да. И вот обратите особое внимание на концерт 27-го числа, который будет в замечательном месте в церкви, в Торне-Каунсе, в Телутер-Базнице, там прекрасная акустика, там деревянные панели, и там будет просто фейерверк. Там будет столько скрипачей. Это вторая вещь. Так что видите, в этом году у фестиваля особый ракурс, особый поворот. Это вторая вещь. Теперь третья вещь о, собственно, конкурсе «Восходящие звезды». Что вот на это как бы все остальное нанизывается. Сейчас уже юбилей, уже 10-й раз, поразительно, трудно представить. Так вот я хочу сказать, что очень многим талантливым детям или подросткам конкурсы послужили прекрасным трамплином. Вот я просто не хочу вас сейчас удруждать. Я помню, я здесь с самого начала тоже вот сидел в жюри и слушал, и я прослеживаю, стараюсь смотреть, что дальше происходит с этими людьми. Так вот, поверьте мне, и скрипачи, и пианисты, и вокалисты, кто-то еще продолжает учиться, учится в самых лучших музыкальных вузах мира. И в Лондоне, в Королевской академии музыки, и в Гюнкл-школу оф мюзик, и в разных немецких, французских, прочих консерваториях, музыкальных школах. Кто-то уже успел получить великолепные позиции ведущих оркестров Европы, как концертмейстеры и так далее. Кто-то уже прекрасно, успешно преподает. И, вот чтобы не быть совершенно голословным, упомяну одно имя. Вот иногда вот мы действительно вот слушаем и поражаемся, откуда вообще берутся эти силы, и главное, такая глубина постижения. Помните, Михаил, играла девочка на латышском национальном инструменте корк, да? Гениально. Мы ей дали гран-при. Гран-при, да. Вы знаете, что, чего она уже достигла? Она впервые вообще в истории латышской музыки играла в одном из самых больших концертных залов Европы, но не только концертный зал, Royal Albert Hall, где 6 тысяч мест, где в свое время выступали Rolling Stones, например, и даже до сих пор бывают и там матчи по боксу, но там же проходит один из лучших в мире фестивалей симфонической музыки Промс, BBC Промс. И вот там был большой гала-концерт, и Лигу специально пригласили, и она там играла вот на этом тихом инструменте. Конечно, там надо было подзвучивать. Или она ездила на конкурс в Нью-Йорк, там сначала был как отборочный этап конкурса в Таллине, и там надо было думать вообще в какую категорию ее ставить, потому что таких инструментов там не было. Она экспериментирует, она играет в разных составах, и с диджеями, и для нее уже специально пишут музыку, там и авангардизм, там самые разные варианты. А учительница какая у нее чудная, которая для нее обрабатывала специально, чтобы она была неповторима. Я хочу сказать, что потом, после конкурса «Восходящие звезды», у нее были и другие конкурсы, но этот был первым. И я думаю, это очень важно. И дать внимание и дать это тоже важно, конечно, да. Что у него прекрасная голова, она могла много чем другим заниматься, а тут, я думаю, это может быть оказалось решающим, когда надо было выбирать, что делать в этой жизни. Так что вот конкурс очень важен. А у нас вообще, я могу сказать, вы уже заметите, у нас самая главная проблема, как распределить призы, потому что у нас очень много талантливых детей, и всего три премии в разных возрасте. Мы не знаем, что делать, потому что вот этого ребенка не отметить премии, это невозможно. Одно, этот же, сверхъестественное, это тоже, что делать? Мы начинаем делить, мы не знаем, что делать, потому что очень высокий уровень участников всегда. Я всегда просто счастлив, я сижу как слушатель и удивляюсь, какие возможности открываются, какие пианистки выросли из нас. Совершенно верно. Это все, что я хотел сказать. Первое, Даниэль, второе, фестиваль, и третье, конкурс. Всех желающих мы хотели бы также пригласить на лекцию 25 февраля, которая пройдет в 17.30 в школе FTPRI по адресу явно 08, где вы сможете встретиться лично с Михаилом, задать ему вопросы, прослушать также лекцию и ознакомиться со школой и с ее системой обучения, поскольку школа, новаторская школа, предлагает совершенно новую концепцию обучения. Во-первых, мы представляем несколько языков, основной язык обучения английский, французский, русский, мы интегрируем различные предметы, мы работаем в системе проектов, то есть ученики постоянно работают над некими проектами, реализовывают их, и таким образом мы отображаем концепцию школы как активного участия в сообществе, в обществе, то есть в нашей школе мы воспитываем людей, которые в будущем будут иметь активную жизненную позицию, мы стремимся к тому, чтобы наши студенты, наши ученики были всесторонне развиты, имели хороший вкус, не только в искусстве, но и хорошие академические знания, такую сильную базу. В дополнение к этому я хотела бы сказать о том, что так вышло, что 8 уже лет назад я также участвовала в конкурсе «Восходящие звезды», будучи еще студенткой музыкальной академии, в тот момент получила гран-при. Теперь уже сижу здесь за этим столом, являюсь членом жюри этого конкурса, что для меня является огромной честью, потому что разделить кресло в судействе с такими большими величинами для меня, конечно, очень приятно. Поэтому я приглашаю всех на лекции, приглашаю всех к участию в конкурсе, приглашаю всех посетить также нашу школу. Пока, наверное, все? Молчание ночи, лампада мерцала во мраке тревожно. Михаил Светлов, это бас, он успел попеть на сцене большого театра метрополитного опера тоже. И он из лучших кочей, знаете, специальный жаргон, кочей не только тренер со спортсменами, но вот те, кто учит оперных солистов уже взрослых, помогает разучить партию. Вот у Михаила Светлова такая еще сейчас деятельность, и он по традиции вот тоже приезжает, чтобы... Ну, еще одна деталь, он один из немногих реально как бы шаляпинских певцов, то есть он любит его, помнит его, у него очень много трактовок, чисто шаляпинских, и поскольку нам не так много передалось через носителей, то Михаил Светлов со своей эмоцией, со своим манерой, перед дыханием особым, пением, вот есть даже такое, да, русская школа пения, скрипка и голос, да, шаляпинхейфиц, когда как бы сдавленным горлом поешь, уймитесь, вот это волнование, страсть, вот он поет, это потрясающе. Второе отделение, вы сказали об этом, я не прислушался, мы с Данечкой говорим, о том, что второе отделение этого концерта будет уникальным, это будет концертный вариант совершенно уникальной оперы римского-горского Моцарта и Сальери, первое отделение Моцарта и Сальери, да, тоже шаляпин пел партию, да, потрясающе пел, и вот это как бы восстановлено, это опера, которая не часто идет, потому что, как ее поставить, она всего там 45 минут вся. У нас впервые, по-моему, в Риге. В Риге, наверное, да, да, о, ну, потому что весь психологизм Пушкина, римский-горского, который безумно и беззаветно любил его поэзию, передана, попытка передать в маленькой крохотной опере из двух персон, из двух людей, Моцарта и Сальери, и когда пушкинская поэзия, полностью сохраненная в этой маленькой трагедии, плюс музыка, живущая, пульсирующая римского-горского, с тончайшим подчеркиванием артикуляции речи, смыслов и всего прочего, вот, это, конечно, тоже событие в этом концерте Михаила Светлова. Это надо услышать. То есть, вся интеллигенция, Риги, мыслящие люди приглашаются к нам на эти дни. Я хочу только добавить про 27-е еще один раз. Что там будет вторный аккаунт в этот раз? Я пригласил из Сан-Франциско феноменального скрипача, который одновременно классик и величайший клесмер. Когда он начал играть еврейскую музыку, у меня, у которого, ну, я не знаю еврейской музыки особенно, да, я просто сидел, я не мог сидеть. И вот я его пригласил, говорю, поиграй классику, поиграй, и поиграй клесмер, после того, как он со мной в Сан-Франциско играл. Мы пригласили Андрюшу Чистякова, это единственный полистилист вообще, который сейчас есть. И джаз играет тоже. Да, джаз. И цыганскую музыку, это плоть от плоти. И классику, и... Удивизация. Да, да, и будет импровизировать с ингуной, с ее арканом, а мы просто дадим тему или попросим. Это будет сумасшествие, просто это вообще тоже надо услышать. Он приезжает всего на один день. Да, вот на это 27-е. Поэтому 27-го это будет фестиваль скрипки. Скрипка цыганская, скрипка романтическая, скрипка классическая. А начнем мы вообще с того, что две маленьких девочки, одна из Сан-Франциско, а другая из Лондона, две крохотных, сказочных девочки будут играть двойной концерт Баха. Вот одна вот такусенькая, другая такая английская красавица. Правда, из Латвии тоже корни мама. Донсгали, да. Все красавицы. Амелия. И вот это чудо из Сан-Франциско совсем махонькое. Засняли, когда я был в мастер-классе, проводил в Сан-Франциско. Вот такой клопик, вот такой, от пола не видно, да. Берет вот такусенькую скрипку, та-да-та-та-там, пам-пам-пам-пам-пам-пам. Это она с листа читала. Первый раз я ей дал вот только что, говорю, папа, теперь занимайся, и уезжаю. И баха сразу. Баха сразу с листа. Вот такусенькая. Вот она приезжает сейчас, будет участвовать в конкурсе, и она будет играть с девочкой из Лондона. Она в половину этой девочки из Лондона, но обе они просто еще и для глаз. Поэтому так что обязательно. В общем, 27-го там будет скрипичный фейерверк однозначно. Да. И, может быть, вы хотите сдать уникальное возможность сдать Даниэлю Лозакотчу, который из великих скрипачей, один из немногих, кто говорит по-русски. Сегодня это уже вот так, а не по-другому. Раньше все говорили по-русски, а теперь это, может быть, чуть ли не единственный скрипач такого масштаба, вот такого, да? Хорошо, Венгеров тоже говорит по-русски. Ну, Венгеров, да, но это уже старые времена. Венгеров тоже. Не настолько старые. К нам приближаются. Я начинаю с приходом Данчика верить в реинкарнацию, что он в прошлой жизни был скрипачем, потому что он не столько узнает от меня, сколько он вспоминает, понимаете? Он вспоминает. Я говорю, астаката получается? Давай попробуем. Что такое астаката? Вот так тюрь, он так тюрь. Уже все. Да, все. Это сумма жестствие. Астаката, начинает педагог, говорит, заверчивающимся движением в струну и все, на этом конец стакада месяцами мучается а я говорю, а вот такой муж он говорит вообще скрипка это миллионы историй мистики, это тысяча одна ночь, это все сказки это не инструмент, это судьба это с неба спустившаяся подсказка как поет женщина, как поет человек, как поет душа это величайшая человеческая открытие, когда человечество пришло к скрипке от всех Белда Гамба от всяких Ребеков и Ребабов от казахских и турецких инструментов это просто человеческий подарок так что все на концерт молчание но молчание лампада лампада мерцала во мраке тревожно лампада 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 водный под сейчас мрак но мрак а лампад pro мрак Продолжение следует...